Всем привет! В этом видео покажу, как работать с WooCommerce. Так вот, вы установили плагин WooCommerce, импортировали продукты или сами их посоздавали. Теперь бы их неплохо как-то фильтровать по категории и по каким-то атрибутам, если они у нас есть. Да, у нас вот тут есть Color изначально. Атрибуты, кстати, WooCommerce также являются таксономиями, если кто не знал. Хорошо, все, отлично. Значит, как сделать быструю фильтрацию? Ну, для начала идем в виджеты и добавляем NDTF Taxonomies Only. Так что этот виджет позволит нам фильтровать продукты только по таксономиям. В дальнейшем, если вы помните, что у нас главные настройки сейчас не очень подходят для фильтрации продуктов. Давайте поставим Result Output Page Link как линк на Shop. Здесь пишем Self. Почему Self? Да потому что сами выводы продуктов, сам layout генерируются с помощью плагина WooCommerce. И нам на него не стоит воздействовать. А вот это слово Self, оно просто отдает управление по layout чему-нибудь третьему. Если помните машинки, там я показывал ShortCode MDF Custom. Мы тоже в этом применяли Self. Так как MDF Custom ShortCode подразумевал использование какого-либо темплейта, который предоставляет layout по выводу постов. Так, здесь что? А, нажимаем Save. Так, нажали Save. Вот появились продукт категории, колоры. Пока ничего не меняем. Ну что здесь ставим? Значит, ну вот это сколько найдено было. Скрывать пустые. Auto Submit оставим. Сохранить. Так, обновляем. Ну это с прошлого эксперимента осталось. Обновляем. Страница обновилась. Ну, давайте что-нибудь дофильтруем. Найдем все продукты черного света. Вот, мы нашли все продукты черного света. Все, фильтрация готова. Больше делать ничего с этим не нужно. Ну, фильтрация в данном случае сейчас является неполноценной. Почему? Ну а как же ценовой фильтр? По цене мы не можем фильтровать. Да, эту ситуацию надо исправить. Для этого нам придется пойти в наш мета-конструктор. И добавить новую секцию. Пишем здесь через тильду в Basic. Так как у нас уже на этом же сайте фильтруются машинки. Добавляем. Пишем. Цена. Дальше что? Выбираем Range Slider. Ставим здесь от нуля до скольки там у меня цена. Продукты самые дорогие. Ну, наверное, до 35. Я так думаю. Так, степ один. Префикс или постфикс. Ну, что угодно ставим. Пусть будет префикс. Значит, вот это, вот самая важная настройка. Это WooCommerce Price. И вот этот Range Slider должен брать значение из базы данных. Ставим Yes. Имеется ввиду минимальная и максимальная. Потом, что самое важное. Мы имеем магазин, в котором цены уже установлены. Мы должны их отрефлектить. Как я показывал в моих предыдущих видео. То есть, мы должны отрефлектить вот этот вот мета-ключ Price. Тут даже вот example. Под него как раз пример. Потом, фильтр-категория. Вот эта фильтр-категория не годится, так как она относится к машинкам. Тут же создаем новую. MyWooShop, например. Все. Паблиш. Теперь такой момент. Возвращаемся во все фильтры. Смотрим таксономию. Здесь, обычно, вот когда я создаю такую вот секцию таксонами, лежит только один HTML-type. Таксонами. Так вот. Мы его можем использовать и в продуктах тоже. Так как мы помним, я говорил уже, что это всего лишь метка, где будут выводиться таксономии. Она не имеет никакого управления. Это просто метка. Поэтому мы здесь смело также отмечаем MyWooShop. Update. Все. Все. Теперь смотрите. Идем в нашей категории, в фильтр категории. Заходим сюда и смотрим. Так, какой? 69-й номер у MyWooShop. Идем в Settings. И сейчас прошьем все продукты. Выбираем. Продукты. 69. Asign. Так. Ну давайте проверим. Зайдем в продукты. Заходим в любой продукт. Не важно какой. Так. Вот оно все прошилось. Смотрим таксономии блок. А вот цена. Все. Все отлично должно работать. Значит так. Возвращаемся к нашим виджетам. Если помните с прошлого урока, этот виджет не будет отображаться. Так как у него стоит виджет logic на 393-ю страницу. То есть мы его смело можем здесь и ставить в главном сайтбаре. И не будем беспокоиться, что он где-то всплывет. Вот этот же виджет придется убрать, так как он не работает с метаданами. Нам нужен просто MDTF виджет. Все. Выбираем MyVuShop. Тут выбираем продукты. Значит здесь выбираем Shop. Здесь пишем опять Self. Здесь Shop. Нажимаем Save, чтобы появились таксономии продуктов. Так. Product categories. Хорошо. Так. Возвращаем вот это вот сюда. Вскрывать пустые. Сохранить. Так. Нажмем здесь Reset. Все. Вот теперь мы можем еще осуществлять фильтрацию по цене. Давайте посмотрим. Да, все работает отлично. Как бы ничего менять не надо. Это Closing. Все. То есть фильтр прекрасно справляется с фильтрованием данных. Как бы на этом можно и остановиться. Единственный момент. Давайте нажмем Reset. Здесь стоит панель сортировки от машинок. Она к нам не подходит. Надо создать все-таки новую какую-то. Значит, что мы делаем. Значит, мы идем и создаем другую панель сортировки. В Shop. Называем, как хотим. Buttons. Показывать. Будем, значит, сортировать по дате, по заголовку, тайтлу и по цене. Если помним, пишем просто мета-ключ и потом какой-нибудь лейбл. Все. Публиковать. Идем в виджеты. Так. Виджеты. И здесь выбираем в Shop. Сохранить. Обновляем. Здесь такой момент. Если не обновляется, то мы это меняем в сеттингах. В настройках. И ставим этот в Shop панель по умолчанию. Так, 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 так. Где она? В Mids Celanus. Выбираем в Shop панель. Дело в том, что здесь мы не можем напрямую влиять на темплейт. В принципе, можем, но это надо забраться в код будет. Но это уже усложняет задачу. Поэтому мы пойдем более легким путем. Все. Теперь мы можем работать с этим. Все. Отлично. Напоминаю, что флагин MDTF не работает со стандартными селектами для сортировки продуктов в укомерсе. Просто они работают, он их не слышит. Тут надо свою панельку создавать. Ну, она создается быстро. Создали. Берите и используйте. Так. Некоторые пару моментов. Вы всегда можете попробовать, тут так и написано, try to make a page adjacent, сделать вашу фильтрацию аяксовой. Это не во всех темах работает. В некоторых начинает разваливаться лей-аут. Но всегда стоит попробовать, потому что это более интересная вещь. Ну, значит, выбираем этот чекбокс, нажимаем save settings, возвращаемся в виджеты, тут отжимаем автосадмит и выбираем два чекбокса аяксовых. Save. Все, значит, что здесь, нажимаем reset, ну, то же самое, что перезагрузить страницу. Ну, давайте посмотрим, будет работать или нет. Так, найди пять постеров. Да, все. В этой теме аякс отлично работает. Все, мы только что сделали в WooCommerce Shop аяксовым. Легко и просто, быстро и на лету. Так, теперь еще такой момент. Это хорошо, когда мы можем работать со стандартными страницами. А что иногда, если вот есть некоторые магазины, которые ну, не используют в силу каких-либо причин стандартные настройки WooCommerce, или хотят что-нибудь более похитрее, как им где-то осуществить фильтрацию на любой странице. Давайте заглянем в документацию. Подгрузилась документация. Documentation. И вот тут интересный такой есть шарт-код MDF Products. Значит, давайте вот в него зайдем. Он очень похож на MDF Custom Shortcode, но в силу своей природы работает только звукоммерческими продуктами. Заметьте, тоже есть условия таксономии. То есть, мы можем вывести продукты определенной категории. Давайте прямо сейчас это и проэкспериментируем прямо здесь. Хорошо. Значит, идем на какую-то страницу. Так, у нас тут есть страница Тестер. Ладно, создаю новую страницу. Вутестер. Кидаем этот шорт-код. Так. Ордер хотим используем, хотим нету. PerPage пусть будет 9. Essential нам не нужен. PanelID 373. Значит, что такое этот PanelID? Может, возможно, вы догадались. Здесь это панель сортировки. Давайте зайдем сюда. Вулл. Шоп какая она у вас тут? 477. 477. Все. Опубликовать. Давайте посмотрим, что получилось. Вот и все. Продукты работают. Ну, давайте проверим. А, возможно. Такой момент. Значит, тут-то сейчас виджет работает с Аяксом. Ну, раз работает с Аяксом, не вопрос. Давайте это просто все засунем в шорт-код в раппер. Раз. Вырезать. Этот код убрать. Этот код тоже убрать. Вставляем. Обновить. Обновить страницу. Ну, а теперь посмотрим, что с этого получилось. Так. Две черные машинки. Все. Вот. Только что они вывелись. Ну, конечно, здесь разные размеры имиджа. Ну, тут уже лаяут самой темы. Все. Пожалуйста. Работаем. Так. 20 долларов. А это 30 долларов. Давайте по прайсу. Ага. Теперь 30 долларов. 20 долларов. Все. Пожалуйста. Усложним задачу. А, в принципе, что ее усложнять? Покажу все то же самое, что и с MDF Custom Short Cod. Мы хотим сейчас вывести продукты какой-то определенной категории. Что нам нужно сделать? Ну, значит, давайте посмотрим, какую категорию мы вообще хотим это все вывести. Категории. Заходим в категории. Да, медленно подгружается. Давайте выведем вот эти вот closing. Какой он? ID 62. То есть, покажем только одежду. ProductCAD равняется 62. Отлично. Идем сюда. Значит, смотрим на синтаксис. Пишем. Taxonomious. Вот. Равняется ProductCAD. Мы даже возьмем и скопируем. Чтобы не допустить каких-то синтаксических ошибок. Так. 62. Update. Ну, это же еще не все. А как же с виджетом? Ну, значит, здесь два пути. Мы можем создать шорткод. А можем использовать просто виджет конкретно для этой страницы. Значит, как лучше поступить? Ну, для примера, я просто сейчас поставлю условия напрямиком в виджете. Но вы должны помнить, что если вы хотите для каждой страницы свой виджет создать, то вы должны будете установить виджет лоджик плагин и использовать только мелкими буквами. И использовать вот это вот условие там. Номер страницы. В данный момент я просто не буду сейчас создавать новый виджет и все такое. Я просто поставлю условия. Так. Для эксперимента. Все. Мы это сделали. Давайте обновим страницу. На данный момент, если вы видите, изменилось количество продуктов, которые могут быть найдены. Это 12 штук. Значит, выводится только 12 продуктов сейчас. Ну, вот. Видите, только closing. Так как сработало наше условие по таксономии. То есть, мы можем создавать столько страниц с продуктами, сколько хотим. И причем в таких комбинациях, в каких мы хотим это сделать. Вот, например, видите, не просто продукт-кар. Я могу использовать, вывести несколько продуктов в нескольких категории совместно с другой таксономией. Например, вывести продукты 96 и 3, которые принадлежат какому-нибудь бутику 77 и 88. То есть, мы можем создавать очень интересные страницы и создать магазин той сложности, которую мы хотим видеть. Как бы на этом все. Я показал, как быстро создать фильтрацию для нативных настроек векомерце. И как работать с MDF продукт с шарт-кодом. На этом все. Всем спасибо. Пока. Пока.